У меня в руках майка с надписью на английском. Хороший день, чтобы умереть. В 1990 году, после выхода фильма «Коматозники», таких маек было продано сотни тысяч. Герои триллера втайне экспериментируют, погружая друг друга в лекарственную кому. Фильм моментально стал культовым. Ведь вопрос, что происходит с сознанием человека, когда сердце не бьется, но мозг еще жив, не перестает волновать человечество. Медикам и ученым известно о клинической смерти не так много. В основном из рассказов пациентов и ее переживших. Итак, в течение нескольких минут, когда исчезают внешние признаки жизни, в человеческом теле работает только мозг. Большинство людей, переживших это состояние, рассказывают о темном тоннеле и ярком свете в его конце. Он на самом деле испытывает иллюзию того, что происходит. Лечит на туннель, он залечит. Вот это совсем не накрутка, это вполне реальная иллюзия. Выход из состояния клинической смерти всегда загадка. Каким вернется человек? Что расскажет? Кого или что он там видел? И сновидящая Галина Багирова в юности перенесла несколько тяжелых операций. Во время одной из них чуть не умерла. Я видела себя со стороны, я видела свое тело и думаю, почему столько врачей вокруг меня? Я же живая. Но это было высоко. Это было высоко над телом. А потом как бы ты снова оказываешься несознательно, но в своем деле. Находясь между жизнью и смертью, Галина летела по больничному коридору. Она слышала, как родители плакали и обсуждали предстоящие похороны. Ее похороны. И такое ощущение, что сердце бьется где-то здесь. Только ощущение сердца. Вот ударов. Частые удары. Может быть, я только услышала голос отца, что как ее будем хоронить по-христиански или по мусульманске. То есть глаза не открывались, они меня уже накрыли простыню. И тут неведомая сила повлекла женщину по коридору и буквально втолкнула в какую-то дверь. Я видела раввина и я видела, как я пришла вся оборванная к нему в каких-то лохмотьях. И просила, чтобы он меня принял. Почему-то крови, ну хотя я не еврейка и у меня вера и спреда дания, я христианка. Он меня принял и какой-то сделал такой ритуал и я ушла. Когда Галина Багирова пришла в себя, поняла, что может предсказывать будущее. Читать человеческие мысли, узнавать прошлое, взяв любого за руку. Жизнь певца Юлиана дала крутой поворот после того, как он решил поддержать своего друга на региональных выборах. Политические конкуренты не простили артисту такого шага. В номер ему принесли отравленный чай. Едва сделав несколько глотков, Юлиан потерял сознание. Когда пришёл в себя, увидел склонившихся над ним докторов. Я сказал, ребят, вы не реаниматологи, вы акушеры, потому что это однозначно новая жизнь и всё новое, всё по-новому. Ты просыпаешься, заново рождаешься и как будто в тебя какие-то батарейки поменяли, я не знаю, как это ещё объяснить. Юлиан открыл глаза, когда врачи уже опустили руки и констатировали смерть. Певец вспоминает. В те 14 минут он будто бы вышел из своего тела и смотрел на собственную реанимацию со стороны. Это больше похоже на какую-то такую, знаете, на какую-то компьютерную графику такую вот, я не знаю. Что-то всё, что-то летит, летит куда-то, движение какое-то бесконечное. Вот я прекрасно ощущаю, как я видел себя над собой, то есть вот эти врачи, эти, эта машина, как она там называется, которая сердце будоражит, шокер этот. Вот, то есть я это всё видел и вот это ощущение тоже у меня осталось в памяти, как, что вы там делаете, мне и так хорошо, чего вы там пытаетесь сделать. С тех пор Юлиан научился читать мысли своих собеседников. Певец признаётся, этот телепатический дар сильно осложнил его взаимоотношения с окружающими. Человек мог молчать, человек мог говорить мне что-то там одно, а я понимал, что это совсем всё другое, и то, что он думает, я это тоже всё как-то вычислял. И ругался так с людьми, люди вообще пугались, боялись, не понимали, что со мной вообще, и как со мной вообще быть, и что пошли слифы, что Юлиан сканирует всех и вообще всё видит, его нельзя обмануть. Посмотрите на фотографию этого человека. Что можно о нём сказать? Мужчина лет 50, в его жизни явно присутствует излишество в виде алкоголя и неправильного питания. Трудно поверить, но вот на этой фотографии этот же человек, но спустя целых 8 лет. Помолодел, похудел, открыл себе дар музыканта и полностью изменил свою жизнь. И всё благодаря клинической смерти. В 45 лет Александр Волченко весил больше 100 килограммов, был удачливым предпринимателем, успехи в бизнесе любил обмыть с друзьями. Во время одной из таких вечеринок кто-то в шутку подсыпал ему в кофе таблетки от похмелья. Эффект получился неожиданным. Через минуту Александр рухнул на пол без признаков жизни. Я ощутил мощное воздействие из, ну, будем говорить, из космоса, из какого-то параллельного, может, пространства. Моё уши стало окучивать какая-то энергия тёплая. Приятно так обвиваю её. Жена Александра Марина сотни раз прокручивала в голове события того вечера. Я видела его мёртвым. И друзья его видели мёртвым, потому что пульса не было, сердце не билось, и его лицо было заострено. Это продолжалось где-то 30 минут. Увидеть мёртвого человека, своего любимого, это было страшно. Профессор Константин Коротков уже много лет изучает энергетику человеческого тела сразу после смерти, клинической и биологической. Учёный рассказывает, после того, как тело умирает, приборы ещё несколько минут продолжают фиксировать непонятное излучение. Видны изменения скачкообразные. И видно, что энергетика тоже меняется то в одну сторону, то в другую сторону. То есть понятно, что идёт как бы перестройка организма. Процесс перехода от живого состояния к мёртвому – это не одномоментный процесс. Он занимает длительное время, даже при кратковременных остановках работы мозга. Одни исследователи говорят, что таким образом с помощью приборов можно увидеть выход души из тела. Другие утверждают, это непроизвольная нервная активность некоторых клеток организма, в которой нет ничего мистического. Но пережившие клиническую смерть, все как один рассказывают о путешествиях по странной сумеречной зоне. Видел себя как какую-то зелёную точку, которая пульсировала в пространстве. Я знал, что это вроде я и не я, что сознание как бы расплывчато, полностью находится в пространстве. Но мне и не хорошо, и не плохо. И в то же время ничего не болит, и я полностью безразличен. Зелёная точка становилась всё более расплывчатой. Но тут Александр услышал знакомый голос. Он мне говорил только о какой-то точке невозврата. Он говорил, что кто-то меня звал. Я видел только эту точку невозврата, но я понимал, что кто-то меня зовёт. Звала, конечно, его я. После клинической смерти Александр стал вегетарианцем. Полностью отказался от алкоголя. Но главное – ощутил воздействие неведомой силы. Будто кто-то начал руководить им из космоса. Я стал ощущать мысленные посылы извне. Не, 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 никакие не голоса, ничего, а просто мысленные посылы. Сядь за пианино, открой, положи пальцы на клавиши и играй. Он послушался, сел и заиграл. Хотя никогда не учился музыке. Теперь Александр пишет песни и стихи. Выступает в клубах. Бизнес окончательно забросил. Марина поддерживает супруга. Но всё же часто обращается к врачам и эзотерикам. Она до сих пор не может понять, что же произошло с её мужем. Было ли это изменение в мозге, какое-то полушарие перестало работать, или другое полушарие более активно стало, как говорили мне врачи, к которым я ходила, потом и консультировала, что происходит с моим мужем. Или же некоторые говорят, что это подселение музыканта, и теперь этот музыкант руководит его жизнью. Это натальная карта, составленная астрологом Павлом Глобой самому себе. Профессионалы сразу увидят опасные периоды, которые пережил знаменитый астролог. Несколько лет назад Павел предвидел смертельно опасную ситуацию и даже мысленно подготовился к ней. Павел Глоба медленно приходил в себя после аварии. В голове как будто выключили свет. А когда он включился, астролог увидел себя лежащим в реанимации. А потом стал подниматься выше и оказался на другом этаже больницы. И на этом этаже, в палате, я ясно вижу эту палату, наблюдаю какого-то очень пожилого мужчину, старичка, который сидит на своей кровати рядом с тумбочкой. Очень хорошо запомнил. Он лысый, с бородкой. Я даже подумал, похожий на Ленина. Очнувшись, Павел рассказал врачам о странном старичке. Оказалось, что на втором этаже больницы действительно был такой пациент. А не мог ли я этого старичка видеть? Оказывается, не мог видеть, потому что он был на втором этаже, он почти неходящий, больной. А меня через второй этаж, даже если предположить, я в полубеснообразном состоянии, мог как-то видеть. Через палату шли, не могло этого быть. Через второй этаж на первый не спускаются. Некоторые исследователи утверждают, на самую загадочную территорию, между жизнью и смертью, можно попасть с помощью глубокой медитации. Опасные эксперименты путешествий сознания вне тела есть в культуре некоторых народов, которые используют сильные психотропные вещества во время подобных опытов. Известный американский писатель Роберт Монро еще в 80-х годах прошлого века разработал методику путешествия сознания вне тела. Воздействие на мозг идет с помощью звуковых волн. Достаточно надеть наушники и включить диск. Говорят, что результаты были настолько ошеломительными, что метод Монро взяли на вооружение американские спецслужбы. Профессор Коротков побывал в институте Монро в Вирджинии. Метод путешествий сознания вне тела там используют и сейчас. Говорят, помогает при лечении неврозов и стрессов. По рассказам пациентов, во время аудиотерапии многие из них видят себя со стороны. То есть их мозг работает так же, как во время клинической смерти. Есть версия чисто нейрологическая, что происходит отключение определенных отделов мозга, которая вызывает определенные визуальные образы в сознании. Есть версия более, скажем так, эзотерическая, о том, что информационная сущность человека, она отделяется и может как-то независимо получать какую-то информацию. Физиолог Святослав Медведев предупреждает. Все опыты над мозгом, как в фильме «Коматозники», очень опасны. На какое-то время вы можете затормозить процессы. Здесь человеку будет плохо, после этого придется откачивать. Но если все сделано грамотно, то клиническая смерть абсолютно обратима. Директор института мозга готов сделать смелое заявление. Телепатия реальна. В нашем мозгу даже есть участки, за неё отвечающие. И всё это выяснилось в ходе наблюдения за процессом клинической смерти. Мозг человека состоит из нервных клеток. Особенностью нервных клеток является то, что они дают разряды. И вот какой-то момент они замолкают. Сначала замолкают те нервные клетки, которые сдерживают. Многие вещи связаны с терепатией, в этом момент выкодумывались. Душа из тела. Почти все, пережившие клиническую смерть, сначала видят себя со стороны. А уж затем попадают в тоннель, свет в конце которого вошёл в поговорку. И именно в этом переходе эзотерики видят разницу между состоянием комы и клинической смерти. Вернуться из тоннеля удаётся единицам. Летишь в коридор. Летишь в коридор и сталкиваешься со светом. Уже энергия поля Бога. Если тебе не дано, тебя никто не допустит. Тебе скажет голос рано, ты уйдёшь. Но если тебе дано, вот эта энергия, она как бы обволакивает, как пылесос. Она забирает всё, и человека нет. А может быть, тоннель и свет в конце него – это своего рода реинкарнация? В самом деле, тоннель можно интерпретировать как родовые пути, а свет в его конце – как лампу акушера. Попав в этот свет, человек как бы заново рождается. Для тех же, кому удалось вернуться к жизни, клиническая смерть стала способом проснуться и найти себя. Ведь главный человеческий страх – страх смерти у этих людей уже отсутствует.